Девушки отдыхают На протяжении последнего месяца, нескольких может даже, произносили события, которые лично у меня коренным образом поменяли отношение к БАДам, к здоровью и к уходу за собой. И я хотел бы просто этим поделиться, потому что мы начали применять это на практике, и это просто фраза, это чудеса происходят. С чего все началось? Где-то чуть больше полгода назад позвонила Казахунцевича вперед и говорит, Сергей, у меня серьезная проблема со здоровьем, у меня какая-то то ли аллергия, то ли что. В общем, кожа вокруг глаз сухая, красная, ярко-красного цвета и полностью сморщилась. Вот. Ну, внешний вид действительно ужасный, то есть, или приходилось работать в таких солнцезащитных очках, потому что она, во-первых, старше стала лет на 15. Представляете, такая корка сухая, сморщатая. Вот. Я говорю, ну, а что у того произошло? Ты в врачах ходила, она ходила к врачам, говорят, что у меня из слезных желез выделяется какая-то кислота и выжигает всю кожу. Это вывод? Проклятие, какой-то шуток за диагноз. Кислота и слезных желез. Вот. Я говорю, давай попробуем, ну, с врачами как-то свяжемся с нашими хлорофилом, какие-то примочки подделаем, говорит, делала и то, и сё, и говорит, я уже не доверяю, как бы, и продукции, потому что я столько лет в НСП, я столько продукции съела, и сейчас у меня открыты хлорофилы, мегахелы, и там, и то, и сё, и третье, и десятое, и вот, то есть, оказывается, НСП это не панацея. Я говорю, да я то знал, что не панацея, но не думал, что так всё плохо может быть. Вот. Она говорит, всё, пошла к врачам. Ну, врачи говорят, ну, какая-то непонятная аллергия, прописали ей гормональную массу. Начала она гормональной мазью мазать вокруг глаз всё это, говорит, ну, полегче становится пока мажу, но потом всё равно это обостряется. Врачи говорят, ну, мазь уже, наверное, не действует, и посоветовали колоть гормоны противовоспалительные на коже. Начала она колоть гормоны, говорит, ну, вот сейчас стало полегче. Когда кол делаю, дней пять, ну, практически нормальные, как бы, глаза, но потом опять всё сморщивается, скукоживается. Так что за того, что она посоветовали ей на границе с Польшей какого-то деда травника, гомеопата, он бы собирал каких-то там волшебных трав, за 50 долларов ей заварил, и она была капать это в глаза. И она уже это в глаза капать начала, потому что человек полностью отчаивающийся. Я думаю, вот ёлки напасть. Ну, знаете, не бывает, куда ты добра, старался. Вот, я говорю, а ты по руку спрашиваешь, мне врача не посоветуйся. Она говорит, ну, что там, я не спил, и то, и всё, и третье. Я говорю, вот два телефона позвонили. Позвонила Эва там, есть врач у неё, который, ну, приезжал в Березовку, помогал ей так, школу читать. Набралась милости, позвонила, звонит где-то в детки через день. Я говорю, Сергей, ты не поверишь, всё прошло. Я такой, и что ж ты делала? Она говорит, я почистилась. Вот. Кстати, вот мы в Полтаве рассказывали, оказывается, что зашлакованного человека может кислота выделяться через слезные железы. Вы знали об этом? Нет. Я тоже этого не знал. Но рассказывали в Полтаве, вот, мероприятие было результат, что была такая ситуация, женщина из... Откуда же? Из Николая. Она рассказывала, что у неё кисто... Я вспомнил, что вот, да. Так вот, момент очень важный какой. Я говорю, да, спрашиваю, а ты вообще чистилась раньше? Говорю, чистилась. Я говорю, а когда? И знаете, какой был ответ? Ну, 10 лет, как пришла, волоски почистилась. И тут начинает мне постепенно доходить. Знаете, что начинает доходить? Дело в том, что мы же на школах говорим, что любая программа оздоровления и похудения начинается с очистки организма. Приходит человек в ИНСП, он почистился, почистился. А потом начинает оздоровливаться. Вот, два, три, пять. Вот. Она просто чистилась, он говорит, да. А мы не спрашиваем, когда. Вот. И тут я вспомнил, что многие люди в ИНСП, кто вот больше пяти лет, начали говорить. Знаете, какие вещи? Что-то в последнее время это спешное пады не вставляют. Заметьте, я такую вот. А молодым, что приходит, чистится и начинает падать, и вставляет. А тем, кто больше пяти лет, не вставляет. И тут-то мне дошло, потому что очистились они последний раз. Пять лет назад. Вот. Оказывается, очистка организма – это регулярный такой процесс. Это нужно делать, ну, я не знаю, хотя бы мне не в пол. Годом, хотя бы раз в год. Потому что, смотрите, что получается. Представьте, семья решила вести здорового вражения. Сделала дома тотальную уборку, пропылесосила, промыла, пыль везде убрала, даже убрала пыль сверху с сердцей. И даже, знаете, откуда? С плафонов. Сверх. На кухне сделали тотальную чистку. Знаете, вокруг умывальника пазики есть. Вот, там все паром, все выстребли, вычистили. Налили, тирет, колено, чтоб там колено блестело. Мусор выбросили, ядро помыли. Помыли даже холодильник. И скажу, самое страшное. Отпарили и выскобили ножом разделочную доску. После этого, когда в квартире чисто, они начинают здоровое питание. Огурчики, помидорчики, овощи, фрукты. У них как настроение? Отлично вообще. Проходит неделя, вторая, третья. Мусорное ведро уже выбрасывается. Никак, где-нибудь через день. Потом раз в три дня. Потом раз в неделю. Когда шкафчик открываешь их ведро, выбрасываешь, наклоняешься. Уже чувствуешь, что мусор пора выбрать. И суховальника иногда, особенно, когда там мясо помыл и плохо слил, а утром из дырки невкусно пахнет. В пазе, как ухрумальника, уже сначала была зеленая, а потом чернеет эта штука. Носик, вот этот никелированный кран, сначала покрывается такой штучкой, называется известковый налет. А если это что? Камень. А на камнях потом растут деревья. Вот. Из холодильника, запах такой, как будто там ночью хранить не свежий труп. Самая приятная штука, это разделочная доска. Покупаете вы окурчики румяные помидорчики, помыли их для скрипа. Открывается шкафчик, достается оттуда разделочную доску. Первое, что женщины делают, подносит ее к носу. Нюхает, нервно вздрагивает. И начинает это все резать. Перемешивая с биопленкой. И после того, как салат нарезали, бактерии больше, чем до того, как помыли эти огурцы и помидоры. Вот. Я к чему это говорю? Что, как бы мы чисто не питались в процессе жизнедеятельности, организм все равно что? Зашлаковывается. Даже если это чисто, так уж организм нашу строго, что он загрязняется. И люди говорят, что огурцы и помидоры чистые, но уже удовольствие от жизни того. Что-то нету. Вот. Действительно, ведь наш организм, это наш дом. Его периодически нужно убирать. И раз в 10 лет, а хотя бы раз в год. Еще момент очень важный. Многие люди говорят такую странную вещь, что у меня зафоров нет, у меня организм чистый. Вы знаете, что на кухне, в умывальнике, под умывальником есть колено. Вот толстый кишечник, он из таких же изгибов состоит. И даже если вода спокойно протекает по этому колену, это не значит, что это колено чистое. Если у вас вода спокойно течет и не забивается, вы просто это колено разберите и вытряете оттуда все, что там находится. Знаете, что происходит в организме человека в толстом кишечнике? Там происходит всасывание воды. Там формируется то, чем мы потом ходим в толе. А куда эта вода дается? Она как губка отжимается и всасывается в кровь. Заставьте человека то, что вы вытряхнули из колена, которое не заметно, положите марлечку, отжать в стопарик и выпить. Как у себя чувствует. Но самое интересное, что каждый день, каждую минуту и даже сейчас из нашего хрустого кишечника, наша кровь всасывается жидкостью. Я начал разбирать, насколько это взаимосвязано. Знаете, что я нашел последние разработки врачей. Они увидели, что от состояния кишечника напрямую зависит здоровье человека. Потому что то, что у нас снаружи, на самом деле, точно то у нас внутри. Чем хуже здоровье человека, тем хуже выглядят степки кишечника. И мы просто сейчас покажем вам фильм небольшой, его постараюсь прокомментировать. Но этот фильм меня потряс. Просто действительно, мы столкнулись с такой вещью, что кто-то к этому относится серьезно, кто-то к этому относится несерьезно. Даже многие врачи говорят, что чистка это бред. Потому что медицинских истинных... У нас врачи есть? Скажите, медицинских истинутов учатся чиститься? Нет. И у нас был случай такой, как-то мы только начинали еще. Мы с Юрией тогда было, наверное, 22 года. Мне, наверное, там тоже там 20 с чем-то. И мы рассказывали про чистку, но мы больше не про что рассказывать, а не умели. То есть я понимал, что такое чистка, зачем она нужна? Потому что я периодически что-то чистил. Вот. И была та женщина, врач, которая послушала все. Вот это вышло и сказала, что это полный бред, сивая кобыла. Она вообще слушать это не хочет. Это вот пустое вытягивание денег. Прошло 3 недели. Она вышла на сцену и, знаете, что сказала? Ребята, я хочу перед вами извиниться. Я говорю, почистилась. Вы просто не представляете, что из меня вышло. Вот. Так вот, мы сейчас покажем просто небольшой фильм. Он там, наверное, у вас останется. Потом кто захочет, на флешку сбросит. Вот. Небольшой фильм. И вы просто увидите, как связано здоровье человека с состоянием у него кишечника. Вот сейчас будет видео здорового кишечника. Совершенно розовый. Истерки чистые. Вот так выглядит кишечник здорового человека, который хотя бы там раз в 8 месяцев делает полную очистку. В капиллярчике. Видео кишечника человека, у которого хронический запор. Продолжение следует... Женщина 45 лет, ран в груди. Женщина 45 лет, ран в груди. Мужчина 52 года, ран в груди. Женщина 45 лет, тяжелая форма, рак полночной железы. Податок 53 года, мужчина. Содержать кишечник в чистоте лучше, что вы можете сделать для вашего здоровья. Почему это кино? Все мы, как бы, вот в НСП занимаемся здоровьем. Все мы хотим заработать деньги и стать богатыми. Вы слышали когда-нибудь такое выражение, что человек богат здоровьем? Слышали? У вас нового богатства с чем ассоциируется? Чего там много, правильно? Ну так ведь? Да, то есть богат здоровьем, набрал здоровье, здоровье много у человека. Но я вам скажу, что богатство изначально ассоциировалось с другим словом. Скажите, как руду делают более богаче? Обогащение руды это что? Очищение руды от шлаков. Согласны вы со мной? То есть изначально слово обогащение означало убрать все плохое. И тогда останется хорошее. Так вот, давайте подумаем о том, как обогатить наши организмы, организмы наших родственников, друзей и близких. Вот почему? Потому что действительно, вот я сам по себе вроде и много всяких врачебных лекций слушал и всего. Но честно скажу, вот я когда посмотрел все это, я вспомнил, что полную чистку я последний раз делал. Знаете когда? 2,5-3 года назад. То есть лохлое так периодически покупаю, хлорофил периодически пью. Но чтобы нормально прочистить организм, то есть все, и жидкость организма прочистить, и фильтр печени, так чтобы в комплексе, давно я это делал. И получается ситуация в чем? Если организм забивается, то очень много энергии вначале уходит для того, чтобы из организма всю эту гадость вывести. Потом, вы знаете сколько уходит энергии на пищеварение? Ну, я скажу, что вообще на работу желудочно-кишечного тракта уходит 50% энергии. 50% энергии уходит на зрение, и где-то 48-50% на работу желудочно-кишечного тракта. Если ЖКТ зашлакован, он практически забирает всю энергию, начинает слабеть зрение, начинают слабеть все системы организма. Человек вялый, человек неактивный, человек пассивный. И самое прикольное, что когда человек в таком состоянии приходит к врачу, что ему говорят? Синдром хронической усталости. У вас куда-то делась энергия. Но если известно врачам, что на пищеварение уходит более половины, а если течечник зашлакован, он забирает практически 80% энергии, они же должны понимать, куда она делится. Вот. Так, есть программа. Очень хорошая программа. Этой программой я хотел бы поделиться с вами. Запишите. Я скажу, что в Полтайе ребята взяли копию этого фильма, и уже позавчера, это было уже вчера, они делали на домашних пушках презентации этих роликов, плюс той информации, которую вы услышали. Звонил Сергей Пастернак вчера, это всего лишь в один день прошел, сказал, что 4 подписи, и 3 полные программические заказали. То есть этот инструмент мы вам оставим, он очень хорошо работает. Но вообще впечатляет? Да. То есть если человеку просто это показываешь, и вопрос, когда ты последний раз чистился, он говорит, что мне для этого...